Дружище, опять привет, опять пора отправляться в рейс, собственно, да и давненько мы не катались, наконец-то снег растаял, но теперь, теперь дожди, теперь вечные, вечные дожди в Европе, слушай, даже не знаю, что делать, на дорогах опасно, скользко, а когда еще ты за собой огроменную фуру тянешь, так прицеп от этого вообще капец, даже не знаешь, как машина себя поведет. Давай посмотрим, что у нас есть и куда, хочется куда-то на север, но, на север, на север, на север, ну смотри, еще у нас, в принципе, даже, слушай, не знаю, куда-нибудь, Боже мой, ну я даже, ну не знаю, ну давай, давай, на север, хочется выезжать обратно в сторону Швеции, так что давай-ка, наверное, туда мы махнем, взять, хотя грузище тяжеленный там, Ах, ладно, где он, давай, смотрим, где он у нас, ага, вот крайний, самый крайний правый, ну замечательно, смотрим, разворачиваемся, так, тихонечко, И аккуратненько с задним ходом, с задним ходом мы будем выруливать, поколесим сегодня по Франции, немножко доедем, собственно, до границы, Ну а там уже в следующий раз, что, пересечем границу, поедем, поедем дальше, а если повезет, так, может быть, в следующий раз мы уже до Штатов доберемся, То бишь, уже как-никак, я уже почти визу склепали, сказали, в общем, третьего уже точно будет виза готова, можно будет отправляться, так что, я, честно скажу, я очень рад, С документами сказали, тоже все лады, да вроде бы и деньги есть, и на машину, а может и нет, может и не хватит, ну, короче, посмотрим на самом деле, Если что, приеду туда, буду так же, как и здесь начинать, знаешь, налегке, скажем так, начинать, ну, там уже, там уже будет видно, На компании-то можно и так там поработать, сказали тоже, машину дают, собственно, груз дают, и можно ехать, а почему бы не, Так что, дружок, вот так вот, поколесим мы и там тоже, осмотримся, посмотрим, как оно, как там люди живут, как там, да что, за что, а боже, пары, понятно, ладно, туман, дождь, все дела, ладно, так, Так, я тут, наконец-то, с круиз-контролем, кстати, разобрался, так что, вообще, красота, в общем, то, что надо, по сути, я, ну, я бы сказал, доволен я, почему? Погода замечательная, люди хорошие, дальнобойщики тоже нормально, аж всегда можно кому-то обратиться, тебе и подскажут, и расскажут, и приятно, когда народ такой хороший, то, надеюсь, в Штатах так же, так что, Европа Европой, но хочется, хочется покорять, даже, ну, как-то, знаешь, для себя, те же новые горизонты, все дела, как бы, ну, каждый человек, знаешь, как говорится? Кто ищет, где глубже, а человек, где лучше, вот, и мы пойдем искать там, посмотрим, так, слушай, надо, так, скорость выставить, сейчас, 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 О, вот так, и круиз-контролем на семидесяточку, пошел разгончик, и красота, все, на шоссе, вроде бы, выскочили же на шоссе еще, или еще не совсем? Так, стоп, это немножко не то, давай-ка, ну, вроде бы, по шоссе уже, но хорошо, ладно, это уже все ерунда, на самом деле, главное, что едем. Надеюсь, у тебя, дружище, все хорошо, потому что у меня замечательно, машина целая, машина работает, я был в аварии, попадал, кстати, в несколько аварий, Ездили недавно, в общем, тут с друзьями-дальнобойщиками, знаешь, конвоем таким, в общем, строем ездили, и вечно, ну, где-то на кого-то, да и как, встрянет кто-то в прицепте, Ой, блин, потратил, конечно, на ремонт денег, но, в принципе, хорошо, заработал даже больше, чем потратил, так что, в принципе, знаешь, как говорится, нормально, и, кстати, мы еще не на шоссе, вот на шоссе мы скоро... О, боже мой, господи боже, платная дорога, ну, ладно, вот этого не хватало, блин, тут каждая копейка на счету, у меня еще билеты в Америку я еще не купил, так, все, замечательно, билеты еще покупать, а с меня тут деньги дерут круглым, ну, блин, ну, вы еще... Но зато дорога, нет, дорога просто зашибенная, если что-то, что-что, а дорога просто подарок, вообще, европейские дороги, то, что надо, что говоришь, историй давно не было, ой, слушай, а ведь действительно давно истории я не рассказывал, Ну, на самом деле, вот я сейчас так пытаюсь вспомнить, даже вот с таких вот своих историй про дальнобой даже, даже и вспомнить, что ли, нечего больше Ну, или, по крайней мере, сейчас в голову ничего не лезет, понимаешь, просто в чем проблема Погода такая, видишь, вот эти тучи, давление, сволочь, подскакивает, капец, так, голова раскалывается, может, поэтому и не лезет ничего в голову Ну, блин, ну, да ладно, ну, вот только не надо расстраиваться Не надо, серьезно Вот вообще серьезно, не надо, нет, 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 нет Ну, ну, ладно, есть одна история, на самом деле Но, правда, не про грузовики, не про машины Ну, ну, извини, ничего не могу вспомнить про дальнобой Ах, какая история, про поезда Реально, причем, история с моим другом случилась Так, сейчас, подожди, подожди секундочку, сейчас мы со скоростью разберемся Да тут под горку, видишь, машина еле едет Что про поезда? Ну, реально, случай, там, друг просто ехал На отдых и... Ну, как, друг, я бы сказал, знакомым, что ли Так, вот, восьмидесяточку мы возьмем И поехали Все, нормально, 80 мне хватит Тем более, все равно с грузом я даже не разгонюсь до 90 Ой, ну, короче, история там, на самом деле, интересная Это как вспоминаю кому-то, рассказываю, все смеются История старая, на самом деле, очень старая Это еще произошло в советские времена Ну, да, друг у меня такой, он уже в летах такой, скажем так Но, блин, мужик хороший Ну, представь себе ситуацию По тем временам, значит, все ж как полагается Вокзал, поезда, все по расписанию, порядок Не то, что сейчас А тогда ж поезда ходили с точностью, как, не знаю, как сегодня в Японии Ну, так вот, представь картину Купил он билеты на поезд По путевке ехал за границу В советские времена, вообще, ты что, ой-ой-ой Ну, и, короче, глупость полнейшая Но к составу, на котором он должен был ехать Ну, представь, присоединили Два девятых вагона Топливо заканчивается Ебона мать А вот это очень плохо Ладно, где-то будем искать заправку Главное не забыть заправиться Ты мне напомни, если что А то я начну сейчас рассказывать И у меня все из головы вылетит Ну, и, короче Состав С двумя девятыми вагонами Ну, с одной стороны, подумать Глупость просто приполнейшая Но, вот Ну, ошиблись Те люди, которые цепляли вагоны к составу Ошиблись И, вот, к платформе подошел вот такой состав Ну, и, судя по всему Как бы, все люди Которые пришли садиться на этот поезд Естественно, были людьми нормальными Умели считать до девяти И, естественно, знали, что девятый вагон Это тот вагон, который идет сразу после восьмого Ну, а не тот, который перед десятым Ну, и, естественно Все с девятыми этими билетами В девятый вагон Сели В первый девятый вагон Ну, и, собственно Мой друг тоже Ну, а теперь Представь ситуацию Все загрузили Все сели Время стоянки поезда На платформе вышло И Бригадир поезда дает Отправление поезда То есть Поезд едет Ну, и в этот момент Поезд поехал А проводница Второго девятого вагона Приходит в бригадиру поезда Ну, и как ты думаешь Что она ему говорит? Она ему говорит Мой вагон пустой Он спрашивает Какой вагон? Девятый Ну, бригадир, естественно Злится, кричит В шоке Опять что-то в кассах Говорит, напутали Опять что-то не так Ну, и, собственно Мобилок же тогда не было Дает радиограмму На следующую станцию Куда прибывает поезд Радиограмма Которая говорится Продать билеты В девятый вагон, соответственно Поезд приезжает На следующую станцию У проводницы Первого девятого вагона Уже все давным-давно Купили постель Попили чай Легли спать А люди, которые Купили билеты Уже на второй станции В девятый вагон Они тоже были Людьми нормальными И тоже умели Считать до девяти Естественно Они тоже пошли В первый девятый вагон Где их встретила Шокированная проводница Которая говорит Ребята, у меня мест нет У меня все забито Все люди уже спят И давайте тише Говорит, что делают Не знаю Бегите к бригадиру поезда Причем бегите Говорит, быстрее Потому что он в первом вагоне А поезд стоит Три минуты на остановке А вам еще туда бежать Ну и теперь представим Эту картину Я не знаю, сколько там Пятьдесят, шестьдесят человек Сколько влазит в вагон С детьми С сумками С рюкзаками Несутся к первому вагону К бригадиру поезда Где их встречает Собственно этот бригадир С удивленным лицом И фразой Товарищи Вы откуда В таком количестве Мне говорят Мы из девятого вагона Там все двойники Бригадир поезда Начинает понимать Что он чего-то не понимает Но чего он не понимает Он еще не понимает Кое-как Глядя на билеты Которые действительно В девятый вагон Он кое-как Расселяет За эти три минуты Оставшиеся стоянки Расселяет Всех по разным вагонам Где бронь Где запасные Где еще что-то Всех раскидывает И довольный собой Дает отправление поезда Поезд трогается Тем временем Проводница Второго Девятого вагона Прочувствует Тут весь смак Приходит Снова К бригадиру поезда И говорит Мой вагон Пустой Бригадир Начинает Медленно Сходить с ума Потому что он Понять не может В чем дело Ругается Но в итоге Говорит Ну блин Ну не верю Пошли Пойдем покажешь В общем он идет Вместе с проводницей Ну и попутно Начинает считать вагоны Ну и наконец-то Уже понимает Что да Ошибка Продали Билеты Вернее Не продали билеты А прицепили Несколько Девятых вагонов То есть путем От подсчета Пока что шел Он понял Да что Два девятых вагона Опять-таки Довольный С собой Что наконец-то Разобрался Понял в чем дело Он возвращается К себе И представь Что он делает Он опять дает Радиограмму Радиограмму На следующую станцию С указанием Отцепить Девятый вагон Дело было ночью Ночь уже глубокая Все спят Ну и собственно Как бы Те кто Отцеплял Тоже были Людьми Нормальными И тоже Умели считать До девяти Ну а тебе Представь Они Отцепили Первый Первый Девятый вагон С мирно Спящими Людьми И отвезли его На запасной Путь Естественно Куда же его Еще девать То В общем то И вернулись Собственно Как обычно Это делается Доложили Бригадиру Поезда Что Все Работа Выполнена Можно ехать Бригадир Поезда Довольны Наконец-то Все Порешали Дает Отправление Поезда Поезд Трогается Проводница Второго Девятого Вагона Который Остался В составе Поезда Возвращается К бригадиру И говорит Мой вагон Пустой Что было Дальше С бригадиром Поезда Неизвестно Надеюсь Он не сошел С ума Его Никуда Не посадили За это Но суть В том Что я повторюсь Мне рассказывал Эту историю Друг Который ехал В первом Девятом Вагоне И Собственно Ночью Ему захотелось Покурить Он встал Тут Как раз В состав Стоит Вышел Туда К дверям Встал Думаю Ну мало ли Может там поезд Где-то едет Мы пропускаем Его Ну и давай Значит Курить Курил 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 Думаю Что-то Долго Стоим Уже Вторая Сигарета Третья Курил Курит 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 Вообще Не могу понять В чем дело В общем В итоге Он решился Открыть Двери И выглянуть Представьте Насколько Было Его удивление Когда он Выглядывает А ни спереди Ни сзади Вагонов Нет Голая степь И запасной Путь Это конечно Тика Смешно На самом деле Но это было Тика Не смешно Для тех Людей Которые Ехали В этом Вагоне Потому что Он по всему Вагону С криками Воплями Носился Будил Людей Как они Они выскакивали На улицу И пытались Понять Где Находится В общем Естественно Поездка Сорвалась Все Сорвалось Но Вот такая Вот история История Вполне Реальна Да Вот такое Происходит Иногда Такое Получается А ты что думал Только на дорогах У дальнобойщиков Что-то смешное Интересное Происходит Нет Самая интересная История Они из жизни Не зря говорят Все анекдоты Самые смешные Те которые Не выдуманные Не придуманные А те которые Ситуации Которые происходили В жизни Вот это Самое Самое Ну конечно Самое Самое Оно уже для тебя Когда это все Рассказывают А когда Сам в такой Ситуации То я очень Сомневаюсь Что это Смешно Так что Как-то так Приятель Вот так вот Слушай Хорошая дорога Но что-то Не могу понять Ну дребезжит Руль Вот реально Дребезжит Что не так Просто Не могу Понять И кстати Мы уже Почти доехали Отличненько Мне нравятся Ограничения По Франции Смотри 90 лететь Можно Так по Европе Колесим 80 А во Франции 90 По автостраде По шоссе И прекрасно Себе чувствуешь Только надо Конечно Аккуратно Потому что Опять таки Груз Тяжеленный И Как бы С этим грузом Не впаяться В чей-то задний Бампер А то что Я зашибу Просто У меня сейчас Налево Я наверное Буду сбрасывать Скорость Он меня пропускает Что ли Он просто Не обгоняет Меня В чем Дело 70 Да Он меня пропускает Замечательно Замечательно Так 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 Мужики Спасибо Спасибо Все Меня пропустили Отлично Французы Какие Аккуратные Водителя Класс Все Нормалек Едем И здесь Можно 90 Лететь Да Ладно А Все Тут Полтинничек А то я Смотрю Знаешь На этом На GPS А там 90 Было Написано Нифига Себе У них Ограничение По городу Можно Лететь 90 Так Что Да Вот Так 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 Вот Вот Иногда Происходится По чьей Это Глупости Но Но Вот Так Ну Блин Знаешь Как Оно С каждым Может Произойти Тут Ничего Не Поделаешь На самом Деле Так Ну И Давай Успею Или Не Успею А Пожалуйста Давай Я Хотя На Желтый Все На Желтый Груз Протянули Нормальненько Все По Красоте Ничего Не Зацепил Замещательно Тут Недавно Опять Так Я же Говорю С Друзьями Ездили Конвоем Это Просто Жесть То Ворота То Светофор То Знак Какой Ты Едешь И думаешь Господи Боже Да Сколько Можно Уже Цеплять Все Подряд Да Оно 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 Как-то Само Получается Вроде Бо И Ничего Такого Все Как Обычно Аккуратненько То Одно То Другое То Одно То Другое Ну Как Назло Знаешь Вот Бывает Так Давай Ко Мы Здесь Теперь Тоже Красиво Сразу Побыстренько Мы Запаркуемся А еще Я обнаружил Офис Кадрового Агентства Понятно Где он Там Замечательно Забирайте Отлично Слушай Сколько Мне Там Дали Почти Шесть Тысяч Ну Слушай Неплохо Неплохо Совсем Неплохо Ладненько Давай Ко Мы С тобой Вырулим С базы Ну Так Чтобы Туда К выезду По крайней Мере Вот Так Вот Вообще Вырубить Фары Тоже Светло Видно Все Зачем Че Я Аккумулятор Садить Буду А Куча Денег Чтоб Новое Покупать О И тут Станем Ну что Собственно Приехали В север Ну Не север Франции Но по крайней мере До границы С Францией Мы доехали Потом Не знаю Во Франкфурт Мюнхен И будем Будем Не знаю Возвращаться Наверх Почему бы и нет Куда-то Куда-то Сюда Я не против Например Так Что Такие дела Все Дружище Можешь Выгружаться Ну и Собственно Всем Кто смотрел Всего Самого Самого Надеюсь Вам Понравилась Очередная Серия Дорожных Баек От Дока Ставьте Лайки Если Понравилось Ставьте Лайки Если Серия Наберет Больше 150 Лайков То Блин Буду Думать Чем бы Вас Еще Порадовать Какие Еще Байки Рассказать Ну а на этом Все Всем Удачи Друзья И До новых Встреч Всем Пока Пока